Министерство Уряду Незалежного Татарстана, выгнание член Лиги Наций, зараз доеднуется до нашего эфира. Рафис Рафаилович, добрый вечер, я перейду на русский, чтобы нам с вами было легче общаться. Добрый вечер, украинцы, мы из Великобритании, хай живы в Вильню, Украина, огромное спасибо за приглашение. Рафис Рафаилович, вот только что в нашем эфире был сюжет о мобилизации в России, массовом побеге из страны мужчин призывного возраста. Как вы считаете, может ли это послужить началом падения путинского режима? Да, уже тогда, когда 24 февраля уже ввели войска, уже тогда было ясно, что Путин в своей жизни допустил очень крупную ошибку. А то, что люди бросают свои машины, свои семьи, этот мужчина покидает Россию, это может привести к развалу России. Просто хочу отметить такие моменты. Те патриоты, которые призывали воевать против украинцев, уже сами же срывают фашистские знаки Z, V. Это уже означает, что уже Путин теряет рейтинг среди граждан Российской Федерации. А если Россия все-таки закроет границу и россиян массово начнут бросать на фронт, хватит ли им смелости сказать «нет» империализмом? Я думаю, мы же видим, все же прослеживаем. Вот только недавно поезд новыми новобранцами был уничтожен. Об этом же вся интернет-сфера уже шумит. Я думаю, в ближайшее время, если даже границу закроют, люди в массовом порядке все равно, наверное, будут пробиваться зарубежной страной. А это уже приведет к развалу. Действительно приведет к развалу. Путин уже окончательно потерял доверие ватников. Открыто уже будем говорить, перед ватниками он уже никто. Тем более люди покидают именно такие работоспособные, энергичные люди покидают. До этого уже около миллиона людей уже покинули Российскую Федерацию. Это означает, что люди уже психологически, морально осознали, что будущего России нет. А значит, это конец путинскому режиму. Рафис Рафаилович, вот вы лично пример отверженной смелости. Вы организовали активные митинги в Татарстане, призывали татар не воевать против Украины. И были осуждены за это. А в итоге потеряли бизнес и дом. И вот, как я понимаю, таких, как вы, ну, в меньшинстве. Почему? Да, в свое время я организовывал, как председатель ТОЦ, протестные акции. Писал письма, обращался с зарубежными странами, чтобы поддержали Украину. Жестко осудил Путина. Его сравнили с Адольфом Гитлером. За это я три года был в путинском констагере. Потом я перебрался в Украину. Да, были такие моменты. Хотел сказать, да, тут очень много причин. Таких людей действительно мало, как я. Но все равно уже в зарубежных странах очень много моих соратников уже начали действовать против путинского преступного режима. Мы уже начали сплачиваться. Вот недавно был Семерный конгресс Татар. Основной массой во время съезда поддержали Путина, путинский проект в отношении войны Украины. Но уже в 15 государствах казанские татары уже выше протестом, уже осуждают путинский режим, в том числе осуждают власти Татарстана. А таких протестных голосов уже становится больше и больше и зарубежных стран, в том числе и в Татарстане. В том числе и в республике Идель Урала. Насколько вы уже не были дома, и есть ли вообще возможность вам попасть на родину? Я никак не смогу возвращаться к себе в республике Татарстан, в свою родину. Почему? Потому что в отношении меня уже возбуждено 6-7 уголовных дел. Я до сих пор осуждаю Путина, осуждаю сотрудников ФСБ, военных и преступных власть. В отношении... Я защищаю жителей Татарстана, народов Идель Урала, Сибири и Кавказа. Вот за эти общественные деятельности, репрессивная система Московии в отношении меня возбудила уголовное дело так, что я не могу возвращаться. Если даже буду возвращаться, они меня просто уничтожат, потому что они уже многие годы меня хотели сломать, чисто морально и физически. Вот когда я последний раз сидел, только последний раз, когда сидел в тюрьме, я полтора года сидел в одиночной камере. Вот сами подумайте, в каком был я в состоянии, в каком я был в положении. Рафис Рафаилович, под мобилизацию попадают многие представители коренных народов России. Калмыки, буряты, татары. Можно ли расценивать такую мобилизацию, как сознательное истребление этих народов? И, собственно, какую цель преследует этим Путин? Но тут же надо раскрыть карту. Именно ФСБ вычисляет таких, те, кто до этого протестовал против Путина, осуждал путинский режим, осуждал военных Российской Федерации, в том числе поддерживал украинцев. Именно вот таких людей вычисляют в Татарстане, Башкорстане, Уртмурте, Мариэл, Мордовии. Вообще во всех национальных республиках, и, точнее, если сказать, колониях, они именно вычисляют таких людей и отправляют, чтобы их уничтожить украинцы. Это очень тяжелый момент для нас, это трагический момент. Они уничтожают генофонд татарского народа, в том числе всех колонизированных народов. Скажите, а вот вы лично верите в деколонизацию России? Я верю. Почему? Мы создали уже 4 года назад организацию «Идер Урал» в Украине. Мы уже действуем, мы очень благополучно действуем, в наши ряды уже каждый день вступают люди. В том числе мы создали недавно Лигу Свободных Наций, мы продолжаем работу Форум Свободных Народов ПОС России. Тоже очень много людей подключаются в это дело, и не только в масштабах Российской Федерации, а даже из бывших союзных республик. Нас поддерживают американцы, англичане, немцы, даже японцы, французы. Это очень приятно для нас. И мы очень активно ведем в этом направлении, чтобы Россия была уничтожена как преступное государство. Дай Бог, чтобы в будущем в постпространствах России образовались свободные, независимые государства. Рафис Рафаилович, спасибо вам большое за этот интересный разговор. Хорошего вам вечера. Это был Рафис Кашапов, политический грант, заступный премьер-министра уряду независимого Татарстана, выгнанный член Лиги нации.